Привет, подписчики! Хочу вас познакомить с Артём Цернков. Мастер спорта Powerlifting до 82 кг в категории, а также практикующий тренинг. Привет! Привет! Привет всем! Ну, прежде всего, есть такой вопрос. Скажи, в чем заключается вид спорта Powerlifting? Powerlifting – это тяжелый вид спорта, это вес работы с восами, в первую очередь. Входят туда три базовых поездки. Это жемлёжа, стадового океана и пристань. Достигается максимальным весом, понятно, и надо делать все на один раз. То есть, жемлёжа на один раз, пристань тоже один раз и стадового океана тоже на один максимальный раз. То есть, максимальный вес. И еще также в этом виде спорта есть раздельные категории, то есть, либо отдельный жемлёжа, либо отдельный остановки, а либо пристань. И есть комплексные прокурории, когда полностью всё. Становки, а жемлёжа и пристань. Довольно тяжелый вид спорта. Ну, и есть свои имена, скажем так. Ясно. Скажи, вот, ты занимаешься этим видом спортом. Со с каких лет вообще ты познакомился со спортом? И со с каких лет ты начал заниматься в целом виде? Ну, в шестом. Значит, познакомился совсем рано. Двадцать пяти, наверное, даже не было пяти. Как обычно, футбол. Игровые виды были. Валитбол, баскетбол, плавание. Отличная школа. Семь лет лет пола, правда, было. Тоже по валитболу есть достижения. Юнические разряды. Также паркур был, в принципе, очень много чем занимался. Разнообразие было большое, в принципе. Ну, а силовым начал заниматься уже с первого курса университета. То есть, уже с девятнадцать, там, восемнадцать, девятнадцать лет. Вот так. То есть, в принципе. С компонентами, в принципе, уже практики, уже длинные диспорта. Делаешь, получается, семь лет. 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 Достижения. Да, 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 да. По юртингу есть уже. Немножко там будет смотреть, заниматься. Может, еще что-нибудь освоить, скажем так. Что интересное. Понятно. Скажи, как тренер, у тебя есть твои ученики, которые где-то выступали уже, которые имеют? Есть, есть. Есть у меня ребята. Есть у меня девушка. Девушка у меня выступающая спортсменка. Виза чемпионка Европы, чемпионка Украины по бикини и спортмодель. То есть, это женский бодибилдинг. Женская фигура. Она действующаяся спортсменка до сих пор. И будем подготовиться в принципе выступать. Да, через пару месяцев у нас турист. За время бодибилдинга выступает. Ну, ты принципуешь тренера. Ты можешь также подготавливать спортсменов, как бодибилдеров, так и пауэрлифтинг? Пауэрлифтинг, бодибилдинг, совершенно верно. Потому что, в принципе, подготовка разная. Ну, тут все равно надо иметь понятие, знания и чувствовать человека. Потому что все-таки в спорте очень много нюансов в плане подготовок. И, кроме того, физических данных, психологических, настроек, финансов. Потому что все, к сожалению, связано. В комплекте. В комплекте, да. Ну, надо еще и короче. Потому что знания должны быть. Нюансы надо знать. Все мы люди разные. В одного одно. Во второго, может быть, совсем другое. И так. То есть, индивидуальность все же больше будет. Ну, а вот. Пауэрлифтинг и бодибилдинг. Принцип подготовки связаны с тренажером. И вот это просто. Да, он немножко отличается. Просто пауэрлифтинг больше ограничивает в плане объема разных тренажеров. Пауэрлифтинг – это больше привязка к трем основным упражнениям. И максимально заточка по ним. То есть, там просто идет техника. Ну, работа над техникой. Работа над весом, над удержанием. То есть, там немножко, скажем, более суженный круг получается. Там силовая рама, ну, и лавочка. В принципе, для хорошего и для пауэрлифтинг это достаточно. А не полный пауэрлифтинг, а там, да, тут уже полный пауэрлифтинг. Надо и силовые, и растяжки. Тут очень большой спектр тренировки и специфики, скажем так. Потому что все-таки подготовка тела, она, ну, фигуры, построение тела в Конституции – это очень тяжелое. Потому что есть особенности, есть группы доминирующие, стоящие. Есть понятие обмена веществ, так он работает. Поэтому можно было сделать форму. Надо и питаться правильно, и все в втором лифте. И тут немножко упускается. Что-то главное, чтобы сила была. Там, наверное, немножечко уже не обращают внимание. Там, в основном, ребята все любят друг другу. И спите, не бежать. Все поставлено на силовые показатели. На силовые, совершенно верно. А здесь уже получается аналогичный курт. Курт, да. То есть, летний человек, да. Летний человек, а сознание, именно, индивидуальный шлость этого. Непосредственно, как он отреагирует на нагрузку, как он пытается, как он останавливается, и смотрит на результат, что получается. Хорошо. Тогда перейдем к твоим вопросам. Скажи, вот твой режим тренировок. Просто хотим познационно сказать. Например, режим тренировок, когда ты, предположим, готовишься к соревнованиям? Да, да, да. Соревновательные тренировки всегда тяжелые. Потому что тут уже включается, ну, самое важное, в принципе, это режим. Потому что тело, кроме того, что должно получать, достаточно хорошего жесткого. Оно должно еще, в основном, и в первую очередь, восстановить. Если человек недополучает восстановление, он не сможет достичь результатов. В принципе, ну, в любом диспорте. Неважно, ланиплинг, облифтинг, либо какие-то атлетические, легкоатлетические диспорты. То есть, тут восстановление очень большую форму, ну, факт применения. Для того, чтобы достигать формы, силы, все остальное, тренировки, тренировки, будем очень большую часть предъявить восстановление. То есть, питание, сон, режим. Вот, сама основа. Это где-то, реально, от процентов 70 от всего результатов. У всех интеллекта это очень большой фактор. Потому что, когда мы недовосстановлены, наши мышцы тоже недовосстановлены. И она система здесь восстановленная, мы не можем хорошо, качественно работать. А в основном, по тренировкам, это 4-5 раза в неделю. То есть, желательно, пару дней давать, для того, чтобы вы останетесь. Да, желательно. Ну, тут все индивидуально. Потому что, некоторым достаточно, скажем, 3 тренировки недели, некоторым надо заниматься 5 раз в неделю. Но желательно, чтобы один день отдых был, чтобы дыховать. Я бы нервной системы. Потому что мышцы могут останавливаться, а нервной системы надо немножко пожалеть. Нервная система, она получается? Да, естественно, выжаетесь. Да, обязательно. Если у нас идет неделя и 2 дня тренировки, 2 дня выходной. Да. 2 дня подряд будут выходные? Индивидуально. То есть, в моем случае, я делаю один, например, уни, среда, и один на воскресенье. Можно, если лично утомиться, чувствуешь, что да. Можно сделать абсолютно воскресенье. Ну, в принципе, отдых, он такой вот, скажем, в принципе, и должен быть цикличный. Ну, надо всегда им теряться за самочувствием. Потому что мы можем болеть, мы можем нервничать, стресс и все. Все-таки жизнь у нас такая штука интересная, скажем так. Поэтому надо по самочувствию находит. Перегружать себя тоже не стоит, потому что без лишних перегрузок, иногда не большие перегрузки, они потом вылазят. А результаты травмы, все остальное получается. Поэтому нужно, надо все-таки работать. Ну, я еще сейчас. Вернемся еще к такому риторическому вопросу. Да. Питание. Твою. Питание воинничество. Да, да. Как ты питаешься? У меня немножко интересное питание, потому что есть очень много книжек, очень много статей, интернет, очень много о чем говорит. Разного, скажем так. Но тоже питание, это дело сугубо индивидуально. И в моем случае я подбираю все такое питание, комфортно. И чтобы не хватало энергии, и чтобы не откладывать лишние килограммы, все остальное мне так комфортно, скажем так. И я всегда стражу за количеством жиров и белков. Углеводы у меня всегда в принципе плюс-минус на небольших показателях. У меня это где-то один, полтора, два, до трех максимум. Больше никогда не глушую, потому что у меня уже есть лишнее количество белков. Углеводы то есть получается. А почему делают так? Потому что в принципе наш организм, когда мы занимаемся, нужно непосредственно большое количество миногислот. Это белки. И стараюсь делать белки с разных продуктов. То есть творог, коди, мясо, рыба и яйца. Вот эти три компонента продуктовые я сочетаю. У меня получается где-то 5-6 трех в день. Я маленькую импорт. Небольшую импорт для того, чтобы не провоцировать аппетит. Таким образом получаю в течение дня достаточное количество и приемов, и энергии. Планы на каждый прием разделяю. Вечером стараюсь углеводы уже не кушать. Нам вечером углеводы уже не нужен. Потому что мы нуждаемся в углеводии в первой половине дня и в обедах. У нас есть еще лучшая фига сомофарабина после 11 вечера. Зачем нам тот инсулин? Он будет давить и подавлять. Да, давить и подавлять. Да, и по гормональной системе совершенно правильно. Излишний инсулин будет нам немножко помешать выработке афинонов. И постараться давлению. Поэтому я всем советую углеводы кушать больше в первой половине дня и в обед. Вечером стараться минимизировать. Но если у человека очень сильный обмен веществ, очень быстрый. Он кушает и быстро голодает. Ну и можно немножко углеводы попрасывать. Тут ничего страшного нет. Надо ориентироваться просто на самочувствие. Просто на себя и всем. То есть надо попробовать сраться. Нет идеальной схемы. Нет у нас, к сожалению, такой программы, которая возьми и пользуйся. Да, мы не автоматы. Да, мы все очень разные. Насколько разное, что тут у нас все очень много. Да. И можно, в принципе, на ночь, если углеводы сильно кушать прогиблить, просто смотреть такой инсулин и инвестиции. И с минимальным. Да. Да. И желательно кушать все с клетчаткой. Чтобы много было овощей. Потому что наше питание должно быть в том числе. Если даже так. Самое главное питание такое. Когда чего-то элемент, какого-то важного не хватает, начинает отлично страдать. И все. Да. Артем, спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Я думаю, что мы еще посмотрим на тренировках как-нибудь сделаем. Да. Пейзажи. Хорошо. Это был наш первый сюжет. Мне очень интересно с тобой общаться. И подписчики, конечно, интересуются еще больше чем-то. Не забывайте писать в комментариях. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки или дизлайки, если вам что-то не нравится. До новых встреч. Пока. Спасибо. Теперь у нас в тренировочный процесс. Сегодня работаем немножко на вертливитую мусью. Дэвид. Наша спортсменка. Встреча на высотчемпион карьероса. Он упавится. Поконами готовимся на тренировках. Прорабатываем вот эту часть. Сейчас среднюю дэвиду. Одно из видов упражнений на плечевый пояс. Довольно-таки хорошее. Техника, понятно, это в первую очередь в этом упражнении. Концентрация. Ну и стараться правильно подобрать вес. Потому что неправильно подобранный вес. Теряется концентрация, теряется техника. И, в принципе, смысл этого упражнения. Поэтому в таких видах упражнений на плечевой пояс нужно очень много концентрации и правильное технике исполнения. А вот веса это уже второстепенно. Ну и понятно, что силовые показатели у девочек и у ребят очень отличаются. Поэтому это тоже надо учитывать. И когда тренировка строится на бате для мужчин, это одно. А тренировка для девушек, это совсем другое. Поэтому, ну, этот аспект тоже, на самом деле, очень важен. Это, ну, скажем, новички больше, когда начинают заниматься, у них есть такая проблема. Это большие веса. Это очень много движений, скажем так, с... Изменяют техника исполнения. То есть, какие-то рывки, толчки, они себе помогают. То есть, читинг используют. Ну, скажем, это более такое уже профессиональное. И более так... Использовать нужно чуть дальше, когда мышцы уже укрепились. Есть какой-то опыт. Выполнение в таком манере, оно немножечко втором опасно. Поэтому, ну, рекомендация для новичков. Не спешите. Старайтесь ацентировать на небольших весах. Словить мышечную группу. Понятно, что нас все хотят быстро прогрессировать, быстро набирать, быстро. Сильными страницами. Но, к сожалению, органисты так устроены, что все постепенно. И с опытом, с тренировками будет расти и объем, и сила, и все остальное. Кто надо, кто будет ходить при правильном питании. А кому надо, кто сможет и набирать. Тут у вас будет комбинация. Тренировки, восстановления, все будет хорошо. Будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА